Итак, самое доброе утро. Сегодня у нас 8 мая, 2014 год. Поехали. Поехали на встречу с моими вчерашними друзьями, гостями, как их назвать. Вчера мы встретились и сразу сразились. Сразу же в один день. Сейчас камеру приподниму. Теперь я могу себя видеть. Ура! Такая камера классная. Обыкновенная камера, я показывала в предыдущем видео, вот такая, как фотоаппарат, и сзади открывается скрит, и я могу, вот я сейчас сама с собой разговариваю, себя вижу. Так, поехали. У меня на шее... Просто что у меня на шее? Это меня муж покусал. В тихом. Азарте. Кусал хрусть в мою шею. Шучу. Шучу, конечно, я шучу. Вот сейчас я немножко остановлюсь, потому что в креме я иногда, когда намажу этой красной помадой, в прошлый раз делала видео. Такое долгое видео делала, делала. Приехала, посмотрела, а оказывается, где-то я пальцем махнула и мазанула, так у меня красный такой, красный такой потек был. Ну, естественно, все это удавило, конечно. Ты куда? Успеем, 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 успеем. Фу, всегда зачем я это делаю, зачем я это делаю. Ладно, поехали. Лишь бы зубы не были красными. То есть сейчас еще и зубы будут красными. Ладно, поехали. Итак, рассказываю все по порядку. Что и зачем и куда я сегодня еду. У меня сегодня миссия невыполнима. Нет, миссия выполнима. А, трак, иди нафиг. Я тебя боюсь. Я боюсь эти траки. Вот эти громадные траки, я когда с ними рядом, мне почему-то у меня возникает какой-то магнит, меня просто магнитит, магнитит к ним, меня к ним притягивает, я не знаю. Я когда часто еду по скоростной трассе, особенно когда я лечу 80-90 миль в час, но это я себе позволяю частенько делать. Когда я еду, допустим, в Майами, ну, путь не легкий, не близкий, когда я еду по скоростной трассе Ай-95, Ай-95, там все летят с такими скоростями. Летишь на такой скорости, на бешеной. Ну, 90 миль в час это почти 150 км. И такой трак рядом с тобой. А он же длиннючий, особенно где-то на повороте, у него воз немножко заходит. Я, конечно, так перекрещусь и так нажимаю на 100-110, чтобы его обогнать. Уже когда я его обгоняю, тогда уже, конечно, замедляю и снова иду до 80-90 миль в час. И так, ладно, поехали. Поехали. Еду без костей? Я могу говорить с утками. Я никогда не устану... Тихо. Я никогда не устану, когда я... Если я плаваю, я могу плавать с утками, не выходя из воды, просто плавать, плавать и плавать. Никогда не устану. У меня подружка взял цепь. Мы когда-то с ней поплыли до Бойка. Ну, там до Бойка плыть там 50 метров от берега. И она таковой, моя самая близкая, самая родная подруженька, она говорит, ой, я так устала. Но она живет в Ленинграде и, ну, редко плавает и ходила на пляж редко, потому что жили на Кривожне. А кто на Кривожне живет, это по ялтинским меркам это так далеко, это просто от моря. Я-то прямо родилась, выросла прямо на берегу, можно сказать. Поэтому мне утром полотенце... Да, какое полотенце? У нас полотенца никогда не было. Утром подскочила, глаза продрала и сразу на пляж. Тут же прямо в трусиках мы бегали на пляж. И мне так было удивительно, что она устала. Я говорю, как ты устала? Ну, тогда нам было там по 25 лет. Я говорю, как ты устала? Плавать устала? То есть для меня это было удивительно. Обнаружить, что оказывается кто-то устает от плавания. И еще более удивительно для меня, когда человек говорит, я не умею плавать. Это вообще, это просто удивительно поразительно. И я даже в это поверить не могу, честно. Потому что, ну, как это, ну, как это не уметь плавать? Ну, а если бы, допустим, люди летали? Вот, допустим, все спокойно, ну, допустим, на секундочку, нашли какой-то способ, ну, то есть человек обнаружил, что он умеет летать. То есть для этого надо предпринять какие-то попытки. Ну, там, прыгнуть, там, разбежаться, там, взмахнуть руками, там, что-то в этом роде. И вот представьте себе, что все люди летают, а некоторые, там, один, два, три, там, десять человек из ста, например, говорят, а мы летать не умеем. А-а-а, как это? Если у тебя есть такая возможность летать, и ты не летаешь, только потому, что ты не найдешь себе силы научиться или побороть там какие-то страхи перед водой, вот это мне непонятно, честно. Это просто мне непонятно. Я никогда это, вот, опять же, не пойму. Или то же самое, я не умею водить машину. Опять-таки, я не водила машину до тех пор, пока сюда не приехала, потому что не считала нужным, потому что действительно не считала нужным. Город Ялта маленький, там, я его, я наматывала километры на своих ногах, десятки километров каждый день. Я из дома спускалась пешком, вот, вот так вот. То есть, то Ялты обойти, опять же, горы, горы, роста горы, кругом горы. То есть, я горы взбиралась, и, так, что-то я, да, сейчас, сейчас, сейчас. Я, я и взбиралась по этим, по этим, по всем верхотурам, еще девятый этаж без, без лифта, бегом, с сумками, с такими. Я через два пролета прыгала на девятый этаж без сумок. Сейчас, конечно, я приезжаю, когда дочку, дочку посещаю. У меня уже этой бреди нет, я уже, я уже от этого отвыкла. У меня ножки от этого отвыкли, я такая, на четвертом этаже, я уже язык на плечо, и все. Ну, если, допустим, я бы снова стала жить в таких условиях, чтобы мне надо каждый день подниматься на девятый этаж, я бы через месяц уже прыгала через две ступеньки. Дело не в этом. И дело в том, что начала, хотела заодно высказать, и ушла совершенно в другое. Ну, дорога длинная, поэтому времени хватит. Хватит времени! Настроение прям вообще, настроение, 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 настроение просто замечательнейшее. Но тут не может быть плохого настроения, потому что погода обалденная. Каждое утро просыпаешься, птицы поют, как сумасшедшие. Деревья цветут, сейчас у нас возле дерева дерева, возле дома дерево цветет. Опять же, я думаю, может опять какая-то липа. Но такой запах, выходишь, аж голова кругом. Только отцвел, отцвел, жасмин сейчас, сейчас мне надо проверить что-то. Я когда останавливаюсь, когда я, я иногда, я не Юрий Цезарь, не могу сразу и говорить, и сейчас немножко мне на губах, я переживаю, что мне зубы... Так вот, по поводу водить машину. До поры до времени, пока мне это было не... Я, конечно, я мечтала, я мечтала о машине, наверное. Ну, наверное, вообще мечтала о машине, ну, наверное, с самых-самых малых лет. Потому что я мечтала о велосипеде. Для меня велосипед был вообще нечто. Хотя все мои подружки, им чихать хотелось глубоко на велосипед. У них были возможности, у некоторых подружек были возможности попросить папу купить велосипед. У меня такой возможности не было. И они не покупали. И потом в итоге, когда я с таким трудом, через бары, растабары, в общем, мне достался велосипед, как же он назывался? Ай, как же он назывался? Орленок. Я не помню, как же он назывался? Большой велосипед. Я, конечно, я летала на крыльях от счастья. У меня вот тут на руках были, у меня до сих пор остались следы, у меня были кровавые мозоли, потому что я не могла. То есть я растирала себе руки, ну первые дни в кровавые мозоли, на следующий день я снова садилась с этими же кровавыми мозолями. Короче, у меня вот такие вот были прямо наросты на руках, мозоли кровавые, потому что я не могла насладиться этим велосипедом. Боже, что я вытворяла. Я сейчас стала с пацанами в соревнованиях, мы катались без рук, такие круги накручивали, именно без рук. Мне еще, кстати, не все пацаны так умели водить велосипеды, как я. Ну, то есть я вообще, ну, есть во мне такое. Я родилась год петуха, и у меня вот это есть такое, петушиное что-то. Я должна быть впереди, планеты всей. Если я что-то не умею, я себе просто никогда этого не прощу. Если, допустим, кто-то умеет вязать, я буду вязать. Если я вижу пример перед глазами, что кто-то умеет вязать, а как я разве этого не смогу? Тем более, это так интересно. Я вязала и крючком, я вязала спицами, я вязала носки, варежки, я вязала платья, я вязала свитера, шапки. Ну, абсолютно все. И английские вязки, и всякими разными цветами. Шила вообще, то, что касается, то, что я шила, это у меня было, это у меня просто был... Давай-давай, желтый зят! Это просто было мое хобби. Я без этого жить не могла, я так много шила. Боже мой, что только конструировала, какие-то кусочки, черное с белым, белое с черными. Какие-то там, еще по тем временам, когда об этом вообще никто даже не думал. Шила из ткани, которая продавалась на носовой платке, надо было резать. Я из нее шила такие рубашки красивые. Брюки шила, джинсы шила, пальто шила, пиджаки шила, ну, короче, все шила, потому что длиннючая была. Руки длинные, на себя купить нечем, мне приходилось себе просто шить или перешивать. Опять-таки ушла в сторону. Короче говоря, у меня такой характер, что если кто-то умеет, я не умею, мне такого не бывает. Я когда сюда приехала, я когда увидела, как Боброс рисует, а мне тогда просто нечем было заняться. Я думаю, так если он умеет, я тоже так смогу. Я пошла, купила краски, купила холсты и стала сразу рисовать в один день. То есть меня это подстегивает, когда я вижу, что человек что-то может делать руками своими, и я думаю, я же тоже так могу. Поэтому меня крайне удивляет, как люди, которые не умеют плавать, это как много они теряют в своей жизни, не ощутив вот этой вот ласки воды, которая обнимает все тело. Ты плывешь, ты просто растворяешься в этой воде, просто как птица паришь в воде. То есть ты летишь в воде. Я в воде летаю, можно сказать, плаваю, но в то же время могу сказать, что я в воде летаю, потому что это нечто. Вот это когда, Боже, и перевернешься так, и перевернешься так. Какое удовольствие, какое счастье погрузиться. Я медитирую в воде. Я когда вхожу в тренажерный зал, я обязательно после того, как я час свой выплаваю, выплаваю, как сказать, ну отплаваю вот так, когда я свой час отплаваю таким вот этим, вот этим, потом назад, вот этим, вот этим, и после этого я делаю несколько кругов просто на спине, просто лежу ножками, так вот пальчиками чуть-чуть шевелив, и просто закрываю глаза и медитирую. Я ухожу в такую, в такую прострацию, и опять же, на все хорошее там. И красивая, и любимая, и здоровая, и все это прочее, прочее, прочее. Итак, ладно, ушли в сторону. То же касается, то, что касается я машину, допустим, каждый человек, а, я, каждый человек, каждый человек, нет, наверное, на землячейка, который не мечтал бы водить машину, но многие этого боятся, а бояться не надо. Понятное дело, что когда, допустим, я в Ялте жила, там машина, там машина просто была не нужна, потому что в Ялте вот столько она вся, ну, такси стоила копейки, надо, тебе такси взял, как бы, надо, тебе ножками пробежался, как-то, и потом-то настолько узенькие улочки, настолько забито транспортом, особенно, ну, понятно дело, летом, там 600-й Мерседес, это такие дорогущие машины по тем временам, не приведи Господь, черкануть кого-то там, потом проблем не оберешься. То есть я просто никогда, я мечтала о машине, я сдала на права все, я думаю, ну вот-вот-вот-вот. Я, кстати, на мотоцикле каталась, я сдала на права. Ну, дай же мне проехать. Спасибо, Бечка, блин, большое. И потом, думаю, не буду я машину покупать, у меня были средства всегда, чтобы я могла купить себе любую машину, какую я хотела, но, думаю, не буду, потому что, ну, потому что, ну, во-первых, смысла не было, там вот такие расстояния. Поехать к подружке вечером, опять-таки, мы же там частенько погуливали, где-то выпьешь, где-то что-то, боже, упаси, не-не-не. И, короче, я эту тему закрыла, сказала, все, мне не водить не машину, не буду я водить эту машину. У меня есть, вот я такси взяла, поехала туда мне надо, расслабилась. Но когда я сюда приехала, тут, конечно, ну, во-первых, тут такси нет, есть, ну, на такси не на это, не наездишься. Тут без машины просто невозможно. То есть жить в Америке без машины. Какие-то районы, да, вот, допустим, в районе Манхэттен можно, можно жить без машины. Но, опять-таки, куда-то выехать чуть-чуть дальше уже, ну, уже проблематично. В Америке, конечно, машина нужна. И когда я поняла, что без машины я тут никак, я просто села, сразу выучилась. Меня муж учил. Надо дать ему опять должное. Он, конечно, опять же, герой. Такой герой, что я не знаю. Дуглас меня учил. Буквально три раза мы выезжали с ним на площадку. Он мне показал как раз, ну, вернее, он мне даже не показывал. Я сама, я трогала, я трогала эти педали, я трогала газ, тормоз. Я, как бы, приживалась, приживалась к своей машине. Научилась давать назад, научилась делать эти восьмерки назад. Ну, сама, сама. И потом он мне говорит, так, поехали выше. И меня выводят на трассу, на голодонарод. Я думала, что я там все, и все, и все, и как это одновременно. Так было страшно первый раз. Одно время на площадке, а другое, когда, типа, вывезли прям, и ты уже поехала, но тебе такая ответственность. Кругу машины, и ты такая за рулем. А, я вообще ничего не видела, не слышала. Ну, через, прошло, наверное, ну, наверное, две недели прошло. Я так боялась, сильно боялась. Не то, что боялась, я боялась, что выскочат пешеходы на дорогу. Я могу кого-то сбить. Вот этого я боялась. И, конечно, мне страшно было менять линию. Я не могла менять линию. Ну, вот, как бы... А потом прошло, наверное, недели две, ну, может быть, три недели. Все, у меня в один день все открылось. И я поняла, что я была рождена за рулем. Я всегда была за рулем. И это, конечно, это было нечто. Я все, я с тех пор, вот уже 9 лет, я просто кайфую. Я просто езжу. Я когда сажусь за руль, я попадаю в другое измерение. Я обожаю ездить, я обожаю держать руль, рулить. Ну, понятное дело, я сама уже не рулю, ничего не нажимаю. У меня автоматически ножки сами нажимают. Причем я рулю двумя ногами, я несколько раз рассказывала. У меня правая нога всегда нависает над тормозом. Левая нога в руке. А правая нога у меня всегда нажимает на газ. То есть я одной ногой вот так не перекидываю ноги. Это опять-таки из-за инстинкта, это работает инстинкт самосохранения. Потому что иногда сотой доли секунды не хватит, чтобы ножку перекинуть туда-либо туда. Поэтому моя левая нога всегда нависает над тормозом. Я очень-очень маленькая, просто там как бы озеро. Кома, лейк Кома. Ладно, итак, я сейчас еду в центр города. Даунтаун Орлэнда встречаться с моими вчерашними гостями, которые приехали из Пенсильвании. У меня муж родился в Пенсильвании. Мы вот с ним скоро поедем. Мы с ним скоро поедем по местам его боевой славы. Нам ники не с кем было оставить. Мы уже скоро поедем. Так здорово вообще, так здорово. Мой муж вчера просто влюбился в них во всех. В Регину, особенно Регина. Это девочка молоденькая, 20 лет. Она у нас будет жить в нашем апартаменте. Мы вчера договорились. Мама ее привезла, мама с бабушкой. Она будет здесь учиться. И сейчас мы, Регине, будем делать. Я говорю, девчонки, слово за слово, слово за слово, Дулас побежал, купил две пиццы. Мы еще вкусно покушали пиццу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, вот так. Такой молодец. Мы думали, что мы посидим там 5 минут. А мы засиделись, мы сидели 5 часов вместе. Мы оторваться не могли друг от друга. И у Нигара. Такое имя смешное, Нигара. Я говорю, не Агара. Она говорит, я Нигара. Я говорю, я знаю, что Нигара у меня получается не Агара. Они сами татары, но они из, из, откуда? Ташкент, из Ташкент. Красивые, красивые. Дочка с мамой прям одно лицо. И маленькая лялечка у Нигары, младшая доченька. У меня три девочки. Это та самая младшая Кристина. Но вообще, конечно, сказочный ребенок. У меня Дуглас детей, ну, детей он, чужих детей он не особо любит, если так честно. Ну, как-то вот они, многие раздражают его там. Вот он замечает какие-то мелочи. Там не так дверь ухлопнул, там то-то, то-то. И вот у него единственный, единственный ребенок, в котором он души не чает, это Тони Аллочкин. Мой Тони любимый. И вот вчера он просто по уши влюбился в эту маленькую Кристину. Он заметил такие тонкости, которые я даже никогда бы не обратила внимания. Он говорит, ты заметила, как она открывает дверь? А у нас дверь в патио, она, если ее не держать, она хлопает такая, бум, деревянная, и хлопает. Он говорит, она всегда выходит, придерживает дверь, заходит, тоже придерживает дверь. Ну, в общем, он вчера, он восхищался этой маленькой девочкой. Он там попытался немножко воспитывать, он не без этого. Когда она перебивала, он говорит, не перебивай взрослых. Она так сразу... Ну, в общем, дитё золотое, дитё просто золотое. Вообще, они все просто люди обалденные, невероятные люди. Вот честно, вот невероятно. Недавно встречалась с Галиной, с ее мужем. Ой, имена, имена, такие сложные. Вот как вот, как он так вот разворачивается? Вот как вот можно вот тут вот такой махиной развернуться, и не зацепить вот эту вот машину. Ой, мне ж я ж зубы стиснула. Это вообще... А! Поехали, успеем. Наш однажды, успеем, успеем, успеем. Гарик. Галина Гарик и дочка Ева тоже. Люди, вот я от них, вот от людей... Ну, я хочу сказать, большинство. Вот у меня не было человека, вот здесь пока не было человека, чтобы я с кем-то встретилась, и кто-то вызвал бы во мне какую-то отрицательную эту... И я хочу, и я хочу, очень сильно хочу попросить прощения, потому что один раз я, конечно, была, наверное, не права, но, с другой, я там несколько раз возмущалась, то, что люди ко мне приходят прямо домой, ну, без звонка. Да, мне, конечно, это не нравится, потому что не всегда хочется, не всегда выглядело, не всегда хочется с кем-то встречаться. И когда люди приходят в дом, стучатся и говорят, «Здравствуйте, там мы хотим с вами познакомиться», это, конечно, мне ужасно неприятно. И я вообще не люблю, когда кто-то подходит к моему дому, там, оставляет мне записки, вот, и я чувствую, как будто за мной кто-то следит, не знаю, неприятно мне. И я несколько раз высказала свое фе по этому поводу, но я думаю, что, я долго об этом думаю, я вообще боюсь обидеть человека, я сама очень обидчивая. И поэтому я поставила их на свое место, думаю, наверное, я их сильно обидела, поэтому я, конечно, прошу прощения, очень сильно прощения, вот, у той девочки, которая приезжала, ставила мне записку, конечно, ну, возмутила меня, что, что можно, вот, как Снегара, например. Она мне написала на однокласснике, «Здравствуйте, здравствуйте, мы ищем квартиру, не могли бы ли мы там встретимся, что-то в этом лифте?» Да, с удовольствием, с удовольствием встретимся. Опять-таки, пока настроение такое, пока ничем не загружено, почему нет? Вот мы встретились, и плюс к этому, им еще нужна, им оказывается, нужна квартира, уже потом мы в процессе, мы уже выяснили, что им нужна квартира. А я как раз, у нас как раз апартмент пустой. Так что, конечно, если я кого-то обидела, девчонки, вот, честное слово, я действительно искренне прошу прощения, вот, я знаю, что, я знаю, что иногда сам словом каким-то что-то ляпнешь, даже не, вообще не думая ничего, не имея в виду, а может быть, где-то чем-то, где-то чем-то кого-то обидела. Особенно вот, я хочу найти эту девочку, которая приезжала, оставила мне записку, мне очень, как-то вот, она у меня на душе осталась так надолго, и вот она у меня болит и свербит, и я прям не знаю, что мне это. Я забыла, я забыла теперь, как, я, я, обычно я могла бы найти там по одноклассникам ее, там, проверить все сообщения, но вот она оставила записку, и все, и я записку это куда-то делаю, и, в общем, тогда я была в таких рассерженных чувствах какая-то, ну, потом, конечно, сильно пожалела, что надо было мне, я ей, кстати, написала, я ей какой-то ответ написала, где-то мы с ней связывались, через, не помню, через что-то мы с ней связывались, но через что не помню, то ли фейсбук, то ли одноклассники, поэтому еще раз прошу прощения, если я, если я кого-то обидела, вы мне, пожалуйста, просто пишите сообщения, в личные сообщения, пишите мне на, на ютюбе, там, если вдруг действительно чем-то обидела, я еще раз искренне прошу прощения, все, поехали. Итак, я приближаюсь к центру города. Вот это вот наш, вот это вот мой любимый город. Вот так вот. Вот сейчас самую красоту нужно показать. Это я заезжаю со стороны, я еду на вест, со стороны Ист на вест. Вот оно, озеро Иола с этой стороны. Девчонки мои где-то меня ждут. Так вот, мы вчера, мы вчера стали разговаривать, и оказалось, ну они же, они же резиденты другого штата Пенсильвании, и девочка здесь поступила учиться на какой-то художественный факультет, что-то такое в этом роде, и я уже, я не знаю, не знаю точно, сколько они платят, но обучение, конечно, платное, достаточно высокая, высокая плата. Я говорю, жалко, что вы не резиденты Флориды, потому что резиденты Флориды, у них есть большие скидки, то есть вы можете учиться, но если не бесплатно, то практически бесплатно. Так, куда же, куда мне лучше пойти? Сейчас, ладно. Сейчас, 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 сейчас. И мы, а потом думаю, а что собственно, а стать-то резидентом элементарно? Очень элементарно, как я Ники сделала резидентом, просто-напросто. Сейчас мы пойдем, я взяла, а я не взяла свои документы, чукча, я чукча. Ладно, я надеюсь, там есть какие-то документы. Дуглас мне дал себе документы, что я являюсь собственником дома, и я забыла их дома на столе. Чукча, я чукча. Ладно, уже приехала, уже не пойду назад. Ах, ну как, ну как можно быть такой бестолковой? Ну вот иногда я бестолочь, конечно, иногда такое бывает, но просто еду по делу и не взять самые, вот самые, самые необходимые документы. Ну, значит, значит не судьба, а значит будем это делать завтра, если сегодня попробуем, завтра посмотрим, что может быть сегодня и получится. Дело в том, что там я уже есть у них в этих документах, может быть сегодня и получится. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, я сейчас вернусь здесь на Оранчевине. Вот это самая центральная наша улица. Вот впереди скоростная трасса Айфу. Вот это вот самый-самый центр, самый-самый, вот это вот самый-самый центр города, вот это самое сердце Орланды. Сейчас я на Черчевине поставлю машину на платную парковочку, позвоню девочкам своим и мы встретимся. И здесь же на Черчевине есть вот это вот, как сказать, я даже не знаю, как назвать это, как назвать этот офис, где я могу как бы прописать, что ли. Ну, такого слова прописка здесь нет, ну, так, если грубо говорить, прописать девочку у себя в доме. Ну, то есть зарегистрировать ее, что она живет в моем доме и таким образом она получит резидентство. Резидентство Флориды. И уже после этого, отсюда уже можно писать, она уже после этого может получать а-а-а-а. Пайн. Я сюда не подник. Понятно, 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 понятно. Сейчас вот она, Черчевине. Черчевине. Сейчас я. Вот тут поверну. Вот впереди Бахемия отель. Шикарнейший отель Бахемия. Дяденька, давай. Ты туда или сюда? Мальчик мой золотой. Красивый такой. Отзорый. Я тебя не пропустила. Так, где-то здесь я сейчас припаркуюсь. И прямо вот где-то здесь находится. Я честно не знаю, я сейчас снова сниму весь этот процесс, потому что я не помню, как называется это вот здание, помещение. Ну, будем говорить, что-то типа БТИ, наверное. Или паспортного... Хрен его знает. Я даже паспорт собую. А зачем он мне нужен? У меня есть... У меня есть мои драйверские права. Так. с 8 а.м. С 82 до 8. Могу я здесь? No parking. Free permit only. Окей. Ладно, выезжай тогда. Я так и понимала, что такого быть не может. Ладно. Никого-то нет, никого-то меня не зацеплю. И вот это здание прямо... Вот оно, вот оно, вот оно находится впереди меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Где-то вот тут мне надо поставить машинку. А если я в гараж еду? Рам-тарам-бам-бам. Странно, все парковки заняты. Удивительно. Паркин-энтернс. Не знаю, туда ли... Можно ли туда ли встать? Ладно, поеду я. Встану где-то вот здесь, на улице. Что делать? Ладно. Роза, я не перенесу. Сейчас я одну лечу. Ну вот, собственно, и все. Все, пока-пока.